Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Берите камеру, это незаконно. Вышли людей, будешь обманывать, и тебе ничего не будет? Я научился решать проблемы сам. Все, подымай наверх. Не надо, мужики, зачем? Вначале свои, потом чужие. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите. Не бойся, я с тобой. Сейчас разберемся. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого гидмер – это бизнес. Бабки на стол, считай здесь, чтоб я видел. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Я хочу такого же дядя, как вы. Есть проблемы, будем решать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в программе. Короче, цинизм этой схемы просто зашкаливает. Меня же обманули. А не знаете, сколько людей обманули? Вся надежда на вас. Да я знать не знаю, чем это Сергей точно занимается. Не надо стесняться. Просто вызывайте полицию. Я не разрешаю. Я снимаю. Боже. Тихо, тихо, тихо. У нас другие методы. Штаны снимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле я чертовски рад, когда вы проявляете бдительность и неравнодушие. Буквально 20 минут назад со мной связалась девушка. Зовут ее Алена. Она присылала мне очень интересное видео. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Влад. Меня зовут Алена. Я нахожусь в подмосковье. Сейчас расскажу вам, что у нас творится. Зашла я в гости к соседке Ларисе Николаевне. И оказалось, что некие мошенники под видом пожарных обобрали ее и еще несколько пенсионеров. Эти козлы, по-другому их не назвать, представляются пожарными. И говорят, что сейчас существует большая угроза лесных пожаров. И в каждой постройке должен быть огнетушитель. Уже не знаю, сколько они людей обманули, но огнетушителей 20 они продали таким образом. Каждый огнетушитель стоит 5 тысяч рублей. Я поднимаю один, он легкий, он пустой. Я поняла, что Ларису Николаевну ее просто обманули. Она купила два огнетушителя общей стоимостью 10 тысяч рублей. Я Ларису Николаевну сразу в машину посадила для опознания этих мошенников. Мы поехали по деревне, и я этих сволочей сразу нашла. Сейчас мы едем по геуметке, которую прислала Алена. Ну что, будем разбираться с этими неприятными людьми, которые торгуют пустыми огнетушителями. И кстати, я попросил Мишу вместе со Славой подъехать в точку. Ну мало ли, потребуется их поддержка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Здорово, цены. Миша, Славик, здорова. Здрасте, здрасте. Здрасте, Влад. На последнего не верили, что вы приедете. Спасибо. Спасибо, что откликнулись. Ведь меня же обманули. Вы мне скажите, где эти негодяи? А вот смотрите, на обочине белый фургон. И калитка открыта. Вот они на участке уже кого-то там обрабатывают. Сейчас, секундочку. Слав, проси спирую меня. Что, пойдем прогуляемся? Пойдем. Что, как обычно работаем? Как обычно. Убегают – лови. Отвечают – глуши. Красиво, да? Пойдем. Влад, мы вас здесь подождем. Хорошо. Ну, здорово, аферисты. Слава, 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 Слава. Ну, что, попался? Я стоять туда подлежал. Кто такие вообще? Уберите камеру. Вот я сотрудник МЧС. Я не разрешаю меня снимать. Ну, ребята, ребята, что происходит? Спокойно, спокойно. Давайте познакомимся. Я сейчас все объясню. Меня Влад Чижов зовут. А вас как? Я Ильич. Я работаю на телевизоре. Это мои камеры. Я снимаю проект «Решал» на канале Че. О мошенниках. Вот эти два зайца решили у вас только что. Все, узнал меня. Огнетушители пустые продали. Пустые? Серьезно. Что вы? Тихо, 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 тихо. Илья Ильич, у нас другие методы. Спокойно. Штаны снимаем. Не один и второй. Сейчас, ***. На огнетушитель сядем. Нет, нет, нет. Извините, пожалуйста. А что ты боишься? Огнетушитель не заряжет, *** не разорвет. Так что снимай штаны давай. Нет, нет, нет. Вы все поняли, ребята. Нет, нет, все поняли. Все, все, все. Ах ты сволочь, а? Как тебе не стыдно пожилых людей обманывать, а? Козел. Нет, да вы что-то перепутали, дамочка. Я? Я в первый раз вижу. Зато я тебя хорошо запомнила. Как ты соловьем у меня дома заливался, а? Козел. Все, 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 все. Все, все, все. Все, все, все. Деньги, короче, вернуть всем. Так, подбери то, что ты бросил. Бегом, бегом подбирай. И ты готовь десятку. Вспомню, как женщин-то зовут. Сейчас все отдам. Лариса Николаевна и с извинениями. Давай, давай. Лариса Николаевна, извините, пожалуйста. Лариса Николаевна, извините, пожалуйста. О, Кеша у тебя приличный. Дай-ка мне рацию, пожалуйста. А как же удостоверение МЧС? Они же вот настоящие показались. Илья Алищ, так на то они мошенники, креативные. Все нарисовали. Иксиву себе нарисовали. И вон, документы всякие. Миша, Миша, подойди, ты мне нужен. Иду. Ну, рассказывайте, где огнетушители-то взяли в таких промышленных масштабах? А? На свалке нашли. Да они списанные, ничейные валялись. Серьезно? Ничейные? На свалке? Ничейные списаны. Миша, тут, короче, эти два дятла утверждают, что огнетушители ничейные на свалке валялись. Этот факт надо проверить. Деньги людям вернуть. Хорошо. Если у тебя денег не хватит, у них там фургончик стоит. В амбард поедем, заложим. Все, Илья Алиич, извините за вторжение. Слав, поработайте с пацанами. Спасибо. Поехали. Влад, спасибо вам огромное. Вы так здорово и круто все разрешили. Мы не ожидали. Да это вам, на самом деле, спасибо. Потому что эти тихушники, их же просто так не поймаешь. Вот вы пишите, обращайтесь, мы успеваем иногда реагировать. А так вот они тихо и сапые, вот обманывают. Спасибо большое, Влад. Вы просто рыцари сказки. Господи, как здорово, что такие есть. Поберегите себя и не ведитесь на всякие вот эти уловки мошеннические. Продюш, нельзя нам. Да. Давайте повнимательней. Спасибо. Все, дорогие мои, до свидания. До свидания. Всех этих ходоков с красными корочками, которые бомбят квартиры, частное владение и малых предпринимателей всякими поборами, еще в прошлом веке отлично описали гениальные писатели Ильфы Петров в лице Остапа Пендера, который явился в дом престарелых с зеркальцем в красной оплетке. Ну, вместо удостоверения. Я, конечно, не утверждаю то, что у вас все в порядке и выполнены все нормативы, но поверьте моему опыту, если вы кому-то должны заплатить или купить что-то для безопасности, эти структуры оповестят вас официальным путем. И даже платежечку пришлют с реквизитами, которые можно оплатить официально через банк. А если вы сомневаетесь в личности человека, который пришел к вам домой и трясет красной корочкой, не надо стесняться, просто вызывайте полицию. Вот как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Болеть и умирать нынче дорого. Я живу на обезболивающих одних. Сколько вам их найти, этих гадок? Нет абсолютно здоровых людей. Есть недообследованные. Это медицинское учреждение. Вы что здесь делаете? А-а-а! Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы думаете, в платной медицине нет мошенников? Я вас умоляю. Платная медицина – слишком финансово емкая индустрия, поэтому мошенников там просто немерено. Ко мне обратилась Марина. После рождения второго ребенка у нее были жуткие боли в спине. И она отчаянно искала лечение в одной из платных клиник. Но вместо помощи Марина получила массу кредитов со здоровенными процентами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, там ребенок спит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марин, мы подъехали, стоим за дверью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Здравствуйте, Влад. Хорошо, что вы пришли. Проходите. Я так понимаю, ребенок спит, нужно тихо, да? Да, как раз только уложила. Ну, мы как мышки, да? Проходите. Присаживайтесь сюда. Ну, расскажем. В общем, у меня спина, ну, просто посыпалась. Позвоночник дико стал болеть. Я порой даже ребенка на руки не могу поднять от боли дикой. Я просто в какой-то момент поняла, что я живу на обезболивающих от них. А понимаете, я в разводе, тяжело финансово. Лечение, обследование сейчас, ну, просто немыслимых денег стоит. А тут мне на глаза сайт попался с клиникой. Сайт, знаете, я в этом не очень разбираюсь. Ну, как мне показалось, хорошая клиника в центре Москвы. И что самое удивительное, для новых клиентов у них бесплатное обследование. Я думаю, ну, все, мое. Ну, я с дуру и поперла туда. В общем... С этого момента поподробнее. Ой, Влад, сейчас... В общем, пришла я туда. Меня встречу сделал врач. Сергей Валентинович, вежливый такой, улыбчивый. И сразу провел к себе в кабинет. Говорит, раздевайтесь, садитесь на стол. Ну, я села. И с дурой все ему сразу начала выпаливать. Где у меня болит, что у меня болит. Он налепил на меня какие-то проводки. И, так удивительно, на мониторе сразу снимок моего позвоночника. И, знаете, прям как светофор. Все в красных, в красных точках. Он мне объяснил тем, что это твои проблемные зоны. Ну, вроде подтвердил все, что я думала. Потом он говорит, сейчас я приглашу еще остеопата Елену. Она посмотрит тебя еще. Приходит эта Елена. И, знаете, буквально туда-сюда провела рукой по моему позвоночнику. И говорит, ой, все, у тебя плачевная ситуация. Начала сыпать какими-то терминами медицинскими. Я, честно говоря, половину из того, что она говорит, не поняла. Она мне вообще жутко уны показалась. Я ее слушала, просто кивала ей, подакивала. И она говорит, у них есть какой-то современный наноматрас с этими какими-то наночастицами вулканического камня. Я вот тебя слушаю и понимаю, где наночастицы вулканического камня и где боли в позвоночнике. Ну, ладно, хорошо. Это я уже тоже потом поняла, но не в тот момент. И они сразу положили меня на него и говорят, ну, тебе стоит буквально 10 минут полежать на нем, ты сама почувствуешь эффект. Ну, честно говоря, Влад, я не почувствовала никакой разницы. Ну, после этого они меня повторно облепили этими проводками. Говорят, вот видишь, и там действительно я увидела, там красные точки были в перемешку уже с зелеными. И они говорят, вот, результат налицо. И говорят, курс этот из 10 процедур таких будет стоить 65 тысяч. Я как села там на стул и сразу говорю, у меня таких денег нет. Они на пару начали увещевать меня о том, что нет, сейчас самое главное мое здоровье, о деньгах я не должна думать. И предложили заключить договор. Говорят, ты договор подписываешь, мы тебя лечим, а потом ты постепенно просто там маленькими взносами будешь выплачивать. Вот как раз этот договор я вам приготовила, потому что я, честно говоря, не очень его поняла. И я вообще не поняла, как я его подписала. Ой, извините меня, малыш проснулся, я сейчас подойду. Радионяня. Удобная штука. Тихо, тихо. Хороший. Спи, спи. Спи, спи, спи. Ну, на первый взгляд этот договор, в общем-то нормальный договор непосредственно с этим остеопатом, с Еленой Трофимовой, на рассрочку беспроцентную. В какой момент ты поняла, что тебя обманули? Да, поняла я буквально через пару недель, когда после подписания этого договора они мне говорят, вторую процедуру проведем через две недели. А я еще удивилась, говоря, почему через такой срок? Они говорят, вот эти наночастицы этого вулканического, их камня, говорят, могут оказывать наоборот плохое действие, если будет часто проводиться процедура. Поэтому проведем вторую через две недели. Через две недели, когда я пошла второй раз, там организации никакой этой поликлиники не было. Съехали, да? Да, съехали, там просто закрытая дверь. Ну тут вариант только один. Они специально тебе сказали, что вторая процедура через две недели, чтобы получить какой-то зазор во времени для того, чтобы съехать с этой клиники. И в этот же вечер мне первый раз позвонили из какой-то микрокредитной организации, говорят, почему вы не платите проценты. У вас микрозайм на 20 тысяч. Я говорю, какой микрозайм? Я никакой займ не брала. Они продиктовали мои главные паспортные данные, говорят, вот вы брали у нас займ. На следующий день мне позвонили уже из другой микрокредитной организации, говорят, что у меня микрозайм на 35 тысяч. Я говорю, какой микрозайм? Они говорят, так вы онлайн его оформили. И опять мои паспортные данные диктуют. Я говорю, да быть такого не может. А они все подтверждают, главное, паспортными данными, говорят, платите. И третий звонок был уже из другой микрокредитной организации на 25 тысяч. То есть я вообще в шоке. Там просто, ну, конские у них проценты. Мне же все это выплачивать надо. Они меня, эти кредиторы бомбят, звонят чуть ли не каждый день. Марин, Марин, успокойся. Я не знаю, что мне делать, Влад. Вся надежда на вас. Скажи мне, пожалуйста, ты пыталась связаться с этими докторами? Пыталась, я не раз. Просто там сброс идет, но, видимо, телефон уже не обслуживается. Понятно. У них основная задача была получить твои персональные данные для того, чтобы на них взять кредит онлайн. Скажи мне, пожалуйста, адресочек в договоре совпадает с адресом клиники? Да, 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 совпадает. А телефончик уже не алло. Да, телефон уже не работает. Я отправил уже своему специалисту. Пусть поработает с данными, с реквизитами. Давай сделаем так. Ты не отчаивайся, пожалуйста. Я тебе помогу, я берусь за это дело. Единственное, у меня просьба к тебе. Хотя бы по чуть-чуть закинь вот в эти микрофинансовые организации проценты, чтобы ситуация не обострилась и не пришлось сейчас решать проблемы с коллекторами, чтобы они сюда не вваливались и не будили детей. Хорошо? А я максимально быстро подключусь к этому вопросу. Спасибо вам большое, Влад. Пока рано говорить спасибо. Провожай нас. Провожу вас. Если все получится, я просто молиться на вас буду. Все, Марина, не будьте ребенком и сами выйдем. Спасибо большое еще раз. Ко мне обратилась Марина. После рождения второго ребенка у нее были жуткие боли в спине. Для новых клиентов у них бесплатное обследование. У них есть какой-то современный наноматрас с наночастицами вулканического камня. Ты договор подписываешь, мы тебя лечим, а потом ты будешь выплачивать. У них основная задача была получить твои персональные данные для того, чтобы на них взять кредит онлайн. Короче, цинизм этой схемы просто зашкаливает. Если ты приезжаешь к этим псевдо-врачам и у тебя есть 65 тысяч, в принципе, у тебя их возьмут. И даже ты получишь пару абсолютно бесполезных процедур. Ну, если успеешь, пока клиника не закроется. А если у тебя денег нет, то у тебя заберут персональные данные и накинут на тебя 2-3 онлайн-кредита. Вот как-то так. Так, а вот и смс-очки от Феликса. Ну, что и требовалось доказать. Реквизиты этой фирмы поддельны. То есть это даже не симка. Это просто циферки и буковки, взятые с неба. Ну и симка, соответственно, левая. Так, ну что, давайте поедем по адресу клиники. Возможно, получится что-то разнюхать. Ну, чисто по-человечески я Марину, конечно, понимаю. То, что она сразу не раскусила, что с ней работают мошенники. Что она повелась на эту схему. Ну, представьте, она мама двух детей. У нее голова вообще другими вещами занята. А эти негодяи насели на нее, сыпали какими-то модными терминами. Картинки ей показывали. Ну, понятное дело, что она не справилась. Я вам больше скажу. Я взрослый, серьезный дядька, подготовленный. Однажды попал в платную клинику. Они налетели на меня кокосы. Начали мне там в уши какую-то ерунду вливать. Но я-то исключение исправил. Я нашел в себе силы и сказал, так, все, спасибо, не надо. И уехал. Но Марина, к сожалению, не смогла справиться с эмоциями. Так, а вот, собственно, тот самый медицинский центр. Видно, что закрылся. Камеры, если и были, то их уже сняли. А вот у соседнего подъезда камерка висит. Вот туда мы исходим. Так, ну что, Паш, по шпионской схеме я барсика возьму, а ты меня с маленькой камерой подстрахуй. А, что здесь написано-то? Ненависть. Видимо, не только мы ищем с ними встречи. Здрасте. Здрасте. А мне вот поговорить бы с вами. Подождите, вы от почты? Да нет, ну я не совсем с почты. Меня зовут Влад Чижов, я на телевидении работаю. Программа решала на канале ЧА. Я вот, знаете, я по поводу ваших соседей. У вас там через подъезд клиника медицинская. Вы по душу этих мошенников, это мошенники. Они, знаете, сколько людей обманули и меня обманули. Да вы что? Да. А вас-то как? Да старая я. У меня спина заболела. Клиника рядом, работа рядом. Думаю, пойду посмотрю. Долго не решалась. Там самый главный. Зовут Сергей Валентинович. Так заморочил мне в голову. Каким-то нано-матрасом. И я теперь должна платить 57 тысяч. И плюс такие огромные проценты. И что теперь делать, не знаю. Ну вот я как раз по их душам. Может, поможете найти-то мне их? Да с удовольствием бы помогла. Ну чем я помогу-то? Ну вот смотрите, я когда подъехал к дому, я посмотрел, что у вас тут камеры висят. Это да. Может, эти ваши негодяи-то на машине приезжали, а я, может, номерочки бы стрессовал. Вы знаете, они без машины и приходили, и уходили. Но за два дня до уезда я в окошко лично видела, как несколько раз вот этот их главный, Сергей Валентинович, садился в машину. Ах, ну ты что? И машину запомнил. Ага. Вы знаете, проходите ко мне. У меня там открыто. Я вам сейчас к нам дуга. Все, хорошо. Спасибо. Вы уж извините за беспокойство-то. Да ничего страшного, заходите. Вот я нашла, вот машина. Вот машина. А можно я тут стоп сделаю? И номерочки срисую. Ага. И сзади несколько раз Сергей Валентинович садился в эту машину. Ну вот сейчас увидите, я прям помню, прям сейчас он выйдет. А вот-вот-вот, вот этот Сергей Валентинович с этого медицинского-то клиника этой. И сядет в машину. И вот за два дня туда-сюда все они ездили куда-то. Спасибо вам большое. Номерочек я срисовал. Все видно очень хорошо. Зовут-то вас как? Александра Степановна. Вы, может, телефончик оставите. Если получится этих зайцев выловить, так и деньги может вернуться. А вы запомните или записать вам? Да так запомню. У меня легко. 8-926-926-20. Запомнил. Правда легкий телефон. Ну, спасибо вам большое. До свидания. Да вам спасибо, что вы слушали. Господи, хоть бы вам их найти, этих гадов. До свидания. До свидания. Вроде есть золотое правило такое. Где живешь и где работаешь, гадить не надо. Они здесь работают, и все, кто рядом живут, всех обманули. Все нагадили. Так, ну, надо начать с того, что сейчас Феликсу позвоним. Я ему номерочек-то отправил. Так. Привет, Влад. Феликс, друг мой, я там тебе номерочек кинул. Успел пробить. Да, смотри, машина зарегистрирована на Игоре. Ульянова, 76-го года рождения. У меня есть адрес его регистрации. Отлично. Кидай тогда данные в папку. Да, без проблем. Отправлю прямо сейчас. А вот еще что. У тебя же адрес есть в этой клинике. Пробей мне, пожалуйста, контакты владельца. Ну, арендодателя. Хочу с ним связаться, какие-то вопросы позадавать. Понял тебя. Хорошо, сейчас поработаю над этим. Полчаса мне дай. Все, давай до связи. Миха, Миха, выйди на связь. На связь, Влад. Миша, там сейчас Феликс в общую папку выложит данные водителя. Некий Игорь Ульянов. Там есть его адресочек. Этот Игорь Ульянов засветился с нашим Сергеем Валентиновичем. Давай ты съездишь в адрес регистрации этого Ульянова и вступишь с ним в контакт. Надо по диалогу понять, он там имеет какое-то отношение к мошеннической схеме. Принято. Сделаем. Все, давай, результаты докладывай. Поехали. Ко мне обратилась Марина. После рождения второго ребенка у нее были жуткие боли в спине. У них есть какой-то современный наноматрас с наночастицами вулканического камня. У них основная задача была получить твои персональные данные, для того, чтобы на них взять кредит в уволе. Они знаете, сколько людей обманули? И меня обманули. Вот он, Сергей Валентинович, с этого клиника этой. Миша, там сейчас Феликс в общую папку выложит данные водителя. Некий Игорь Ульянов. Миша все-таки вышел на этого Игоря. Но оказалось, вот что. Этот Игорь обычный водитель. Причем клиентов ищет по объявлениям. Да я знать не знаю, чем этот Сергей точно занимается. Знали, что он из медицинской сферы, вот и все. Он попросил несколько раз повозить его по адресам. И я повозил. А что дальше как, уже не моего вам отдела. Ну, в общем, этот Игорь не сильно нам помог в расследовании. Но я выяснил контакты человека, который сдавал в аренду это помещение. Я с ним созвонился, представился потенциальным арендатором и договорился с ним о встрече. Давайте людей не будем пугать большой индустрии. Я возьму барсик. Здрасте. Здравствуйте. Меня Влад зовут, это я вам звонил. Очень приятно, Вячеслав. Присаживайтесь. Напомните, пожалуйста, насчет какого помещения и где территориально вас заинтересовало, на Братиславской или на Пролетарской? Вы знаете, меня интересует Пролетарская, но только не в качестве арендатора. Я бы хотел поговорить с вами по поводу этого вашего помещения. Давайте я кратенько о себе расскажу. Меня зовут Влад Чижов. Не знаю, смотрите телевизор или нет. Есть такой проект, называется «Решало». Это канал Че, проект о мошенниках. В общем, занимаюсь тем, что мошенников на чистую воду вывожу. И вот у меня есть информация о том, что в вашем помещении, на Пролетарской, вы его сдавали, типа, как для медицинской клиники. Вот, в общем, там отработали мошенники. Отработали, обманули людей на крупную сумму денег. И я пришел к вам за помощью. Не могли бы вы мне помочь этих негодяев найти? Ну, вы, надеюсь, меня не подозреваете? Мне что теперь проверять всех арендаторов? Я же не полиция все-таки. Хотя, они мне действительно показались очень странными. Всего на месяц арендовали помещение. Ну, может, все-таки как-то предоставите мне какие-то документы, на основании чего они на Пролетарку въехали? Ну, может быть, договор аренды есть? Влад, ну, вы же понимаете, персональные данные. Хорошо, нашли вы людей. Не дай бог, трупы появились в лесу. А потом проблемы у меня будут. Не пойдет. Вячеслав, давайте я по-другому вопрос поставлю. Если мы сейчас с вами, как два взрослых мужика, не примем нормальное решение, все эти обманы будут продолжаться. Обманут еще десяток людей. Заберут у них деньги, честно заработанные. А если через месяц, через полтора, Вячеслав, ваша мама попадет к этим мошенникам? И если мы их не остановим сейчас, их не остановит никто. Хорошо, я помогу вам. Но на меня не ссылаться. Я вам покажу документы. Договорились без проблем. Так, это прошлый месяц. Это позапрошлый. Вот она, родимая. Вот она, родимая. Вот она, родимая. Оп. Так, помещение арендовала Елена Сергеевна. Хотя, мне это Елена адекватно показалась. Так, Вячеслав, вот эти вот реквизиты, они поддельные. Потому что они поддельные. Вот это да. О, есть копия паспорта. Так. У меня вопрос, Вячеслав. А вы лично паспорт видели вот этой дамочке? Нет. Она мне присылала все на мобильный. У меня складывается такое ощущение, что паспорт тоже поддельный. И сделан так, чтобы реквизиты ИП совпадали с фамилией, именем и отчеством в паспорте. А вот с фоточкой она, скорее всего, запалилась. Фоточку она приделала свою. О, как. Так. С вашего позволения сделаю фотографию. Да, конечно. Отправлю женщине, которую обманули. Может быть, она ее опознает. Да, Вячеслав. К сожалению, не сильно помогли с документами. Но хотя бы теперь есть фотография мошенницы. Ладно, спасибо. Черт, смотри, помог. До свидания. Хотя, два, постойте. Сейчас, сейчас, сейчас. У нас тут бардак валится на парковке. И она просила заказать ей пропуск на нашу внутреннюю. А она мне на телефон отправляла номер своей машины. Может быть, это как-то поможет. Владимир, 152, Светлана Ульяна, 799, регион. Вячеслав, спасибо. Может, и поможет. Удачи в поисках. До свидания. Всего доброго. Так, ну, кое-что есть. Сейчас сделаем один звоночек. Так, Марина где-то у нас здесь. Здравствуйте, Влад. Марина, добрейшего дня. Отвлекись, пожалуйста, от своих дел. Я там тебе отправил фоточку на телефон. Это фотка с паспорта. Она, конечно, не очень. Но глянь, пожалуйста, может быть, узнаешь. Да, да, хорошо. Минуточку, сейчас посмотрю. Точно, точно, это стеопат Елена. Именно она вела как раз-таки прием вместе с Сергеем Валентиновичем. Да, Влад, это сто процентов она. Марин, успокойся, пожалуйста, наберись терпения. Значит, мы на правильном пути. Все, давай, я свяжусь позже. Хорошо, жду. Так, Феликс успел машинку пробить. Машина принадлежит, ***, Татьяне Васильевне. Так, есть ее адресочек. И, скорее всего, это и есть настоящая мошенница. Миха, Миха, выйди на связь. Да, на связь, Влад. Миш, там в общей папке данная машина, ***, у Татьяны Васильевны. Есть подозрение, что это мошенница. Давай-ка езжай в адрес, устанавливай наблюдение. Да, хорошо, все сделаю. Все, до связи. Ну, как-то так процесс пошел. Ко мне обратилась Марина. После рождения второго ребенка у нее были жуткие боли в спине. У них есть какой-то современный наноматрас с наночастицами. Вулканического камня. У них основная задача была получить твои персональные данные, для того, чтобы на них взять кредит на увольн. Они, знаете, сколько людей обманули? И меня обманули. Вот она, Сергей Валентинович, с этой линией этой. В вашем помещении, на Пролетарской, отработали мошенники. Она мне на телефон отправляла номер своей машины. Машина принадлежит, ***, Татьяне Васильевне. Как выяснилось, Татьяна по месту регистрации не проживает. Зато квартиру, где она прописана, она сдает. Поэтому, когда в очередной раз она появилась в своей квартире, Миша установил за ней наблюдение. Оказывается, со своим подельником Сергеем она зря время не теряет. Они уже открыли новую клинику и продолжают обманывать людей. И я решил предложить им особого пациента. Я попросил, чтобы Даша подключилась. И сейчас нам нужно сверить часы. Привет, Влад. Привет, Даша. Скажи мне, пожалуйста, у тебя все получилось? Да, все отлично. Ну, как ты знаешь пациента, я могу изобразить любого. А по поводу записи все легко вышло. Я оставила заявку. Мне практически сразу перезвонили. И в итоге прием через два часа. Через два часа. Отлично. Давай тогда до встречи. Адресочек у нас есть. Хорошо, до встречи. Поехали. Влад, выйдет на связи. На связи. Даша только что дошла на прием. Марина со мной в машине. Принял. Скинь мне трансляцию с камеры Даши. Отправляю. Так, так, так. Ну, посмотрим, чем они там занимаются. В этой платной клинике. Да, лежу, и я не могу подняться, понимаете. Ну, не пакеты с продуктами, никакие, вообще ничего не могу сделать. Даже карампусок ее иногда не могу. И у меня качество жизни просто изменилось. Но это ж не нормально. Да, я вас понял. Ну, давайте посмотрим, что у вас с позвоночником происходит. Снимайте вашу косточку. А, ну так. Да знаем мы это оборудование. Ты, видимо, фокусник, друг мой. А оборудование у тебя для фокусов. Так, сейчас посмотрим на экран. Так, вы посмотрите, сколько у вас протрузий и две грыжи. Даша, я не хочу вас пугать, но нужно принимать срочные меры. Вы же все говорили про операцию, что ли? Да нет, не переживайте. Есть очень хорошее для вас предложение. Но я хочу сначала вас показать своему коллеге, тоже специалисту хорошему. И я тогда приму решение о дальнейшем вашем лечении. Елена, подойдите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Ага, смотри-ка, поддержку запросил, чтобы тяжелая артиллерия отработала. Здравствуйте, Елена. Вот, познакомьтесь, это наша пациентка Дарья. Здравствуйте. Елена, вот посмотрите, четыре протрузии, две грыжи и, скорее всего, деформация позвонков с 1С2. Ну да, ситуация тут нерадужная. Не бойтесь, встаньтесь, пожалуйста. А, я вас посмотрите, я вам еще вижу. Скажите, вот здесь у вас болит? Да, да, да. И вот тут? Вот тут. Присаживайтесь. Даша, вы только не волнуйтесь, но ваш сильный болевой синдром связан с грыжем. Мы же в пациентном отделе. Даже если вы упустите этот момент, и сейчас же вы запустите с вами здоровье, то вы вообще можете перестать ходить. Ну да, да. Смотри, как грузит. Главное, чтобы человек был, а диагноз под него найдется. Как говорил мой знакомый врач, нет абсолютно здоровых людей. Есть недообследованные. Для решения таких проблем, как у вас, вы привезли из-за границы необыкновенный матрас, который с редкими лечебными свойствами. Ой, ну это дорого же, наверное, да. Вы сначала попробуйте, об оплате мы потом с вами поговорим. Ну что, Даша, давайте вы буквально на пару минут прилягте, и мы сразу увидим изменения. Что, про какие изменения произошли с вашим подсмолочником. Вот такой необыкновенный матрас с наночастицами вулканического камня, вулканического батона. Как-то все. Необычно. Особенный камень с редкими лечебными свойствами. Ну а это уже абсолютная чушь. Ну какие частицы, ну какие наночастицы вулканического камня. Я даже названия такого не выговорю. Даша еле держится, чтобы не заржать. По-моему, самое время подключиться, чтобы она не лопнула от натуги. Пойдем, Марина. Вставайте, Даша. Давайте. Что-то вулканическое. Ну, я могу одеваться уже, да? Да, конечно, одевайтесь. Если вы пройдете полностью весь курс, вы будете полностью здоровы. Ну, курс лечения, да, это понятно, наверное, надо. Но мне нужно подумать, это же все равно денег каких-то стоит. Об этом вы можете не переживать. Самое главное – это здоровье наших пациентов. Ну, здрасте, господа мошенники. Ну, что, Сергей Валентинович, вы ожидали меня еще раз увидеть, да? Что происходит? Что за камера? Это медицинское учреждение. Вы что здесь делаете? Стоять! Куда ты бросился? Ты как машина? Стой! Блин, перестань! Заходи! Что ты делаешь? А ты вставай, вставай, идем. У тебя матрас есть волшебный. Ну, что, не лечать тебе? Да ты не тем местом, Лёв. Да, в жесте. Вот, так полегче. У тебя же матрас-то, Нана, волшебный. Полечим, а сейчас? Короче, так, ребята, бабки отдавать придется? Думали, сбежали и все, да? С моими деньгами. Как вам не стыдно? Я одна двоих детей воспитываю. Мошенники! Слежа, пожалуйста, давай все вернем. Я вас узнала, пожалуйста. Только никакой полиции, я вас спрошу. 80 тысяч я должна из-за вас возвращать. Нет, нет, нет. А сколько с учетом процентов? Там вообще бешеная сумма 118 тысяч. Там конские проценты. В общем так, 118 ксарей вернул прямо сейчас. Бегом! Матрас-то от пролежней. На, на матрас. Марин, продиктуй ему, пожалуйста, номер телефона или номер карты. 961-361. 118 тысяч. Давай-давай, переводи. Марин, провери. Приехать. Да, все пришло. Есть еще одна женщина. Вы ее обманули. Вот это номер телефона. Вот сюда. С учетом процентов 92 тысячи. Бегом! Так у меня больше нет денег. А кого это волнует? Пожалуйста, надо вернуть, возвращай. Иначе они вызовут полицию и все. Это полный конец. У меня больше нет денег. У тебя же наличка есть. Она у меня не с собой. Где наличные? Дома. Это не проблема. Сейчас с кортежем прокатишься до дома за наличными. Даша, съездим, да? Да, не вопрос. Езжайте. С кортежем поедем. На связи. Аккуратнее. Да. Аккуратнее уже не получится, поняла? Может, все уже вы уходите? Не. У меня любопытство, чисто человеческое. Иди сюда. Иди сюда. Расскажи мне, пожалуйста, как вот эта херня работает? Чего вы тут учудили, а? Да это просто липучки от китайского массажера. Прилепляли и все, клиенту. А тут мы с интернетом нарезку делали. Когда приходил клиент, смотрите, все красным было, показывали. Как будто клиент болеет. После того, как он на матрасе полежал, показывали ему, что вот появились зеленые зоны, что он выздоравливает. В общем, так, друг мой. Если кто-то после выхода программы будет писать на канал, я буду предоставлять все данные и все видео. Понял меня? Поэтому мой тебе совет. Беги. Земля будет гореть под ногами. Пойдем, Марина. Мошенники! Ой, Влад, огромное вам спасибо. Спасибо. Если бы не вы, я бы сама не выпуталась из этой ситуации. Вы меня просто спасли. Спасибо. Марина, я прекрасно понимаю, что твоя голова занята детьми. Ну, иногда хоть чуть-чуть оставляем место, чтобы свои эмоции побороть и включить логику. Хорошо? Я постараюсь. И тогда ты точно в такие истории не попадешь. Я постараюсь. Теперь уж точно не попаду на ученое. Будь здоровы, детишкам привет. Спасибо огромное. Счастливо. 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 И там после просмотра каких-то мотивирующих роликов. А вот прям с детства. И даже если вы не профессиональный спортсмен, найти 20 минут в день на какую-то там гимнастику или, может быть, прогулку по парку, может любой. А уж если что-то случилось, что без врача не разобрать, надо забывать. У нас прекрасная государственная бесплатная больница и поликлиники. И там работают нормальные, квалифицированные врачи. Но если вы хотите получить помощь платную, никаких проблем. Мы живем в 21 веке, все можно проверить. Приезжайте в платную клинику, берете копии лицензии, проверяете, читаете отзывы. И если у вас возникает хоть малейшее сомнение, что в этой платной клинике разводят на деньги, ну просто воздержитесь от услуги. Таких клиник полно, найдете другую. Вот как-то так. Влад, Влад, выйди на связь. На связи, Даша. Ну, смотри, мы все сделали, деньги были, перевели, документы скопировали. Отличные копии документов передавайте на канал. Принято. Теперь точно все.